Сегодня у нас гость, который не нуждается в представлении, это политика, просто интереснейшая женщина, Ольга Иванова. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер. Два дня назад, кроме выборов, был еще и ваш день рождения. Мы от всего сердца вас поздравляем с прошедшим праздником и хотим спросить, результат выборов праздник не испортил вам? Ну, конечно, испортил. Но это был провал с треском. Провал прямо с треском, вы так и оценили, да, произошедший? Ну, мы можем долго говорить о том, что было причиной, следствием и так далее. Но да, мы ожидали одно, один результат, мы получили совершенно другой. И я скажу, что праздник был испорчен в каком-то смысле. С другой стороны, такого количества поздравлений, добрых слов, пожеланий я, наверное, за свою 33-летнюю жизнь не получала. Поэтому, наверное, все одно другим компенсирует. Итак, Ольга, 569 голосов. На какое количество голосов вы рассчитывали, вот откровенно говоря? Ну, не на 569 однозначно. Чуть больше хотелось бы получить. Хотелось. Поправлю. Я все-таки являюсь... Все еще не выпустилась из Таллиннского технического университета. И в январе планирую там защищать свою дипломную работу, не в Камене. Это было параллельно, как бы... Да-да-да, но там сказали, что Камен, к сожалению, прекратился. Вот, да, скажем так, были другие планы. И та обратная связь, которую я получала в течение всей предвыборной кампании, сколько мы были на улицах, сколько мы встречались с избирателями, конечно, однозначно даже были прогнозы другие, что будет, ну, по крайней мере, чуть больше, чем 569 голосов. Ну, конечно, вы рассчитывали то, что будет 5-процентный барьер. Да, да, это мы точно рассчитывали, что мы преодолеем 5-процентный барьер. С другой стороны, если бы, скажем так, отойти от личности Иванова, Сависар, там еще что-то, то за полтора месяца сделать кампанию на уровне практически хорошей партии, да, крупной партии, сделать такое количество крупных мероприятий и практически приблизиться, нам не хватило буквально там 50 с чем-то, чтобы преодолеть 5-процентный барьер. Поэтому я считаю, что кампания была хорошей у нас. Ну, кампанию, безусловно, вы сделали. Но вот можете сказать, вот теперь вот сегодня... Поглядываясь назад, да, про счеты были какие-то... Об ошибках, да, какие-то, ну, тактические, скажем, ошибки, которые вы допустили именно в предвыборной кампании. Теперь мы делаем выводы, да, постфактум, мы понимаем, что нашим избирателям проще, когда они не знают о том, что партии финансируются крупными бизнесменами, что точно так же деньги вливаются в партии со стороны бизнеса, но они об этом не знают. И им не говорят, каким образом в итоге партия платит назад этим бизнесменам, торгуя ли своим политическим влиянием и так далее. Когда бизнес приходит откровенно, честно участвовать в политику, это раздражает избирателя. Ну, особенно, когда выходит... Как бизнес может честно участвовать в политике? Бизнес всегда лоббирует свои бизнес-интересы. Простите меня, пожалуйста, вырвалось не... Не может бизнес, в принципе, честно ни в чем участвовать. Поэтому, когда бизнес платит партиям, и сам бизнесмен не идет в политику... Да, для того, чтобы партии лоббировали интересы бизнесмена, никто ничего бесплатный... Об этом избиратели не знают, и об этом партии не трубят, не рассказывают. Бизнесмены будут поддерживать спортсменов, не знаю, детские дома, они не будут поддерживать партии просто вот как благотворительность. Они всегда ждут, что дальше партия выступит в защите их бизнес-интересов, бизнес-сферы. Да, но это гораздо проще делать вот так вот. Я тебе дал денег, ты мне когда-то отплати. Чем ты сам пришел, ты сам сделал предвыборную кампанию, ты сам хочешь встречаться с избирателем, и ты понимаешь, с чем ты идешь в политику. А потом ты несешь такую же ответственность, находясь в городском собрании и так далее. Ты подходишься под достаточно большой такой пристальной лупой, когда тебя рассматривают, и ты не можешь откровенно лоббировать свои интересы. Это сто процентов. Когда ты просто платишь партии и говоришь, что вот сейчас там такой вот законопроектик, или там вот у меня такая проблемка, вот тут вот такой грунт хороший там вот и так далее. Ну это понятно, просто это те подводные камни, которые наверняка большая часть избирателей, конечно, не видят. Поэтому для нас это было камнем преткновения объяснить, почему эти бизнесмены, которые сегодня шли с нами в Союзе, хотели бы прийти, скажем так, к власти, и почему они идут к власти, почему они идут на выборы. Да, для избирателя это было непонятно. Это была наша ошибка и, наверное, нехватка времени. Почему? Ну, за полтора месяца действительно мы не сумели объяснить. Мы не сумели дойти с каждым нашим программным пунктом, при том, что наша программа из 49 пунктов достаточно подробная, практически каждая область захватывает и охватывает. И очень было непонятно, ведь это совместная программа, которая родилась, и в том числе все интересы бизнесменов, да, олигархов, были в этой программе учтены. И это была очень социальная программа. Ни одна из партий не предлагала такого количества, скажем так, те же самые социальные тарифы. Это же идея Яны Том, которая не сумела это внести даже в программу. Что вы говорите о программе, но мне кажется, что русские избиратели, они вообще программы никогда не читают. Вот это кто-то так говорил. Никто не читает программу. Это очень приятно, что мы с ним думаем одинаково, но как тогда можно было так ошибиться? Потому что если бы, например, если бы Урмас, там, я не знаю, тоже Урмас Ирмас сказал, что мои дети учат русский язык. И как-нибудь, знаете, так, и голос у него дрогнул бы в этот момент. Так у него и дети, и у него и ходили. Да, да, я и говорю, если бы он так сказал, они были у нас в эфире. А он рассказывает, да. Нет, если бы он сказал, что мои дети учат русский язык. Урмас в этом плане очень интересный интерес, интересный человек. Я вот потому, что вот если бы вот такие найти какие-то моменты... Потому что он не хотел играть на национальной карте, понимаете? Я ему тоже говорила, Урмас, понимаешь, когда мы делали компанию, что его кредо по жизни — это жить без конфликтов. Он хочет, как истинный, может быть, человек, который умеет договариваться обо всем на свете, чтобы не было конфликта. Я им объясняю, ну, посмотри же там. Даже социо попытались войти в искусственный, ну, или, скажем так, конфликт с ЭКР. Они же его искали, сами создавали и так далее. Действительно, центристы всегда выезжали на конфликты с реформой Эрагон. То есть я объясняла, что конфликт, он неизбежен. Если ты не конфликтуешь, то тебя в любом случае поставят такую ситуацию. Если ты не сумеешь достойно ответить, то ты проиграешь. Очень интересная история. Все-таки у нас творилось в августе месяце, когда все говорили о том, что, ну, еще до появления делового Таллина, о том, что будет избирательный список, в котором, помимо Сависера, будете вы, Яна Том, Аудаки Луна. Что случилось? Почему Яна Том вот так неожиданно вас покинула? Что там произошло с Яной? Потому что так никто и ничего не узнал. Так и я тоже ничего не узнала. Просто вы сидели грустно на пресс-конференции? Здесь сплошные пики, сплошные пики. Так вот, ну, будем откровенны. Давайте посмотрим на результат Яны Том. Раймонд Калюлайт сказал, что он сделает Яну Том. Кто в это верил тогда? Никто. И даже я не верил. Кстати, он сидел на студии. И даже... Да ладно, Раймонд. А он сказал, сделай. Да и в первую очередь сама Яна Том в это не верила. И если мы посмотрим вообще на результаты, это очень интересные выборы. И это... Во-первых, у центристов один голос перевес. Центристы потеряли шесть мандатов. Это не выигрыш. Это не победа в чистое. Это конкретный проигрыш. Это путь, что в следующий раз центристы уже не наберут большинства. Тем более, что сейчас центристы возьмут однозначно, скорее всего, социал-демократов в коалицию. И даже вот Мария Юферева набрала 1400. Хороший результат для нее, для ее работы. Но когда я была старейшиной, Эдгар сделал рекорд в 40 тысяч. И я сделала 2,5 за его спиной. То есть сейчас центристы полосными недосчитались четырех мандатов. И недосчитались порядка 10 тысяч голосов. Все эти люди остались дома. Явка была минус 11%. То есть она упала, и существенно упала. Это говорит о том, что люди разочаровались, разочарались в политике. Да, они, видимо, не нашли в нас альтернативы. Для них слишком было много вопросов, я их понимаю. Я очень много говорила с людьми на улице, когда мы встречались. Да, я понимаю, что... Я поняла для себя, людям не нравится, особенно русскоязычным, не нравится делать выбор. Это большая работа Сависара. Он за все эти 15 лет натаскал, можно если так грубо сказать, русского избирателя на центристскую партию. И им хочется верить. Им хочется идти и думать, что вот их голос... Сависар придет и всех нас спасет. Нет, нет, нет. Они уже, может быть, в это даже и не верят. Но они не хотят заморачиваться. Они не хотят делать выбор. И к тому же центристы делали свою кампанию таким образом, что они говорили, Эдгар, он действительно до сих пор является членом партии. Эдгар является членом партии, мы ему помогаем. Хотите помочь Эдгару, помогите центристам стать власть. Вот и все. Показательно, кстати, да, что именно после выборов они стали говорить о том, что зарплату ему платить уже, пожалуй, не имеется. В ночь выборов. Да, скажите, ну вот теперь, конечно, вы уже даже не в центристской партии. Возможно ли такой вариант, то есть мосты сожжены окончательно, или же что-то может произойти? И вы туда вернетесь. Центристы? Да. Я думаю, центристы меня настолько лично Юрий Раттас не любят, мягко говоря. Но ведь он же всегда говорит о том, что центристская партия — это не Юрий Раттас. Это все мы. Юрий Раттас говорит очень много. И я сталкивалась лично с тем, что обещалось одно, говорилось одно, в итоге получалось совершенно другое. Поэтому я не думаю, что у меня есть какая-то перспектива центристов. И, кстати, избиратели, многие звонили, а почему вот я не нашел вас в списках? Я говорю, а где вы искали? Ну, в центристской партии. Ну, удивительно. Хорошо, а что дальше будет в вашей судьбе, потому что 5-процентный барьер вы не преодолели? Что теперь? И теперь уже как бы центристской партии нету. Через полтора года работы в парламенте. Естественно, я буду работать, я никуда не исчезну. Я буду работать для того избирателя, который отдал мне свой голос. И через полтора года посмотрим, что будет. Я не закрываю дверь никуда. Я оставляю для себя любые варианты открытыми. То есть это может быть и другая партия? Это может быть и другая партия. Это может быть и вообще что-то другое в жизни. Потому что, слава богу, мне 33 года. И мне не 55. И действительно, мне проще делать выбор в жизни. Я считаю, что... Мне искренне жаль, что я не попала в городское собрание, потому что я была готова работать. У меня был свой план, свои идеи. И я думаю, что... У меня еще все впереди. Вы все-таки очень рисковый политик. Потому что мне кажется, что у вас все было замечательно. Вот смотрите. Еще год назад все было сказочно. Старейшноласнами. Год назад я уже не была. Ну да, я имею в виду, потом депутат Реги Когу. Все великолепно. Сидели бы тихо, и сейчас все было бы замечательно. Да, молчали бы в тряпочку, а лучше бы ходила с плакатом Юрия Радзакова. Что заставило вас рискнуть? Потому что рисковых политиков мало. Наверное, как мне мама сказала, живи по совести, а будь что будет. Вот я совершенно спокойна сегодня со своей совестью. Я, например, не собирала денег на ногу Эдгару Сависару. Но я посчитала, что его политические ценности, его политика меня привела в политику. И я осталась с ним как бы до конца, до этих выборов. И, конечно, много было сделано ошибок. Это мы теперь понимаем. Но в любом случае со своей совестью я в мире. Ольга Иванова родилась в 1984 году в Нарве. Отец был руководителем участка на шахте Эстонии. Мама работала химиком на производстве. Ольга – второй ребенок в семье. В 2004 году закончила общую гимназию в Кохтлоярве, после чего хотела пойти учиться на психолога. Однако классный руководитель порекомендовала ей заняться общественными делами. В 2006 году она вступила в ряды Центриской партии. Но широкой публике ее имя стало известно спустя пять лет, когда в возрасте 27 лет она заняла пост старейшины Лас-Намяя. Тогда ей задавали много вопросов не только о будущем района, но и об отсутствии высшего образования, которого у нее, к слову, по-прежнему нет. Диплом Технического университета по специальности Государственного административного управления она не получила, так как активно начала заниматься политикой. А институт АКМЕН закрыли до того, как она успела его окончить. Однако в январе 2018 года Ольга планирует защитить диплом на тему «Решение проблемы парковок по всему Таллину на примере Лас-Намяя». В 2014 году у Ольги Ивановой родился сын. Старейшина Лас-Намяя недолго была в отпуске по уходу за ребенком и довольно быстро вернулась к делам. Уже в 2015 году она получила 1947 голосов на парламентских выборах и перешла работать в Риге-Когу. На нынешних выборах в органы местных самоуправлений Иванова баллотировалась уже по списку Союза Сависара и Делового Таллина. Из-за этого решения ее исключили из Центристской партии. По итогам голосования на муниципальных выборах Союз Сависара и Делового Таллина не преодолел 5-процентного барьера. А сама Ольга Иванова в этот раз получила поддержку лишь 569 избирателей.